Доброе время суток всем! Мы на канале Осень жизни будней. С вами я, Тамара. Добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь, оставайтесь со мной. Вот, держу я в руках, что я держу? Корвалол. Хочу провести один лайфхак. Прочитала, в интернете написано, она капнула на губку 10 капель корвалола и почистила кастрюлю из нержавеющей стали. Вот, как раз мне сегодня надо чистить чайник. Вот, чайник потеки. Вот, смотрите, какие чайник у меня нечистый. Сейчас капнем. 10 капель. Если почистить, даже 20 не жалко, 20-30. Сейчас на глаз капнула и буду тереть. Чайник тепленький, потому что там написано, должен быть чайник или кастрюля тепленький. Воду вскипятила. Сейчас буду тереть. Так, будет чайник. Очиститься нет, посмотрим. Конечно, вот смотрите, чайник становится блестящим, блестит прям сравнению то, что было у меня. Вот это получается кроволол. Это работает, чистит. В составе кроволола что есть? Спирт, венобребитал и ментол. Или мятка-то. Короче, пахнет аптекой. Очень вкусно пахнет. Мне нравится этот запах. Если вдруг у кого нет чистящего средства дома, вот один способ чистить посуду из нержавейки кровололом. Кроволол у всех, наверное, в аптечках есть. Даже он дешевый кроволол, в пределах 30 рублей вроде. Так, вот этот способ очистки посуды кровололом работает. Вот такой он, кроволол. Блестит мой чайник. Это никакой не фокус. На самом деле, я сама удивлена, что вот так работает кроволол на посуде из нержавейки. Всем всего доброго. Будьте здоровы. Всем пока-пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин